Лабутнанские депутаты завершили серию отчетов перед избирателями. Заключительная встреча состоялась сегодня в городской больнице. Что волнует лабутнанских медиков больше всего и о чем они спрашивали народных избранников, вы узнаете из следующего сюжета. Надо сказать, что в этом году Николай Пивоваров последний раз отчитывается перед избирателями в качестве председателя городской думы. Полномочия депутатов этого созыва завершаются в сентябре. Это осознают и сами депутаты, и их избиратели. Сейчас у нас цель все-таки в отчетах это рассказать о том, что мы сумели сделать за пять лет. Сумели сделать. И вот этот посыл, он, наверное, принимается нашими избирателями, и они нас просто слушают, наш отчет. И где-то, наверное, подспудно понимают, что будет обновление депутатского корпуса и, может быть, менее активны в своих наказах. Тем не менее, можно сказать, что пять пунктов предвыборной программы депутатов-единороссов, над которыми они работали в течение пяти или последних лет, стали пятью шагами в верном направлении. Наиболее заметны продвижения по линии переселения лабутнадцев из аварийного жилья в новые дома, создание дополнительных мест в детских садах и замораживание тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Выполненные наказы, полученные от медиков в ходе предыдущих встреч, а именно создание группы выходного дня в детских садах, реконструкция улиц Держинского и стоянка автотранспорта в районе поликлиники. Результаты мы видим. То есть, как бы ни говорили, как бы ни смотрели критично на наш город, на нашу жизнь, все-таки они видны. Я по своей специальности доктор, врач. И мой наказ – это не навреди. Это как бы первое, что приходит на ум. Самое главное – не разрушить ту преемственность между исполнительной властью, представительной властью. Именно преемственность мыслей, идей, которые были бы направлены на улучшение нашей жизни. Ну а сегодня депутаты действующего созыва завершили последнюю серию публичных отчетов перед своими избирателями. Отчеты прошли успешно. Прежде всего, потому что была успешная работа депутатского корпуса. А депутаты успешно работать могут только с поддержкой избирателей. Мне бы хотелось поблагодарить всех наших избирателей и за поддержку в 2009 году, и за то, что они очень активно работали с нами. Они активно задавали вопросы, активно были, настойчиво, чтобы эти вопросы решались на благо нашего города, на благо наших избирателей. И я считаю, что во многом благодаря настойчивости наших жителей, наших избирателей, очень многие вопросы решились на территории нашего муниципального образования. Как бы не давали дремать никому. Продолжение следует...